Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. С введением всех вот этих объектов жизнь на селе у нас будет улучшаться. Как идет строительство в Карачаевском районе и какие объекты возводятся. Поремся за каждый килограмм. Сила за... Не просто год у тружеников села из-за неблагоприятных погодных условий. Урожай здесь на критическом уровне. Как выживают и что принимают фермеры. Это гражданская ответственность у нас каждого. Спасти жизнь, стань донором костного мозга. Проведенная акция призвана привлечь внимание к вопросу донорства. Это реальные подвиги реальных людей. Подвиги Абазашта, посвященные героям Великой Отечественной, еще четыре издания увидели свет в Доме печати. Прошла презентация. Школьников не будут массово переводить на удаленку. Об этом сегодня сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на селекторном совещании, которое прошло с регионами в режиме видеоконференц-связи. Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем. О переходе на дистанционное обучение по аналогии с весенней ситуацией речи не идет. Карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей, отметил Кравцов. Вести из оперативного штаба на сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике – 6891 человек. Из них 4799 выздоровели. Госпитализировано 376 пациентов. Коронавирус в нашей стране вернулся к показателям времен карантина, сообщает Роспотребнадзори России. И поэтому специалисты настаивают надевать маски в общественных местах. Рост заболеваемости в Карачаево-Черкесии тоже есть, но небольшой. Готовы ли госпитали к приему больных? Обеспечены ли они лекарственными препаратами? Об этом рассказала главный врач городской больницы Черкесска. Подробности у Али Баташева. В разгар пандемии коронавируса в госпитале, основанном на базе Черкесской городской больницы, проходило лечение 305 пациентов. Сейчас эта цифра намного ниже, говорит главный врач учреждения Альбина Асланукова. Сейчас госпиталь развернут на 205 коек, в отличие от того, как мы в мае были развернуты на 305 коек. Почему на 205? Потому что хватает госпиталей, хватает мест и лежит у нас 170-175 пациентов. То есть всегда есть резервные места, и резервные места есть не только у нас, но и в других двух госпиталях. Средств индивидуальной защиты для медицинского персонала хватает. В учреждении содержится их месячный запас, говорят сотрудники, и показывают наличие СИЗов. То же касается и лекарственных препаратов. Тех средств, которые нам выплачивает фонд медицинского страхования, их достаточно. И для приобретения лекарства от ковида, это дорогие препараты. Допустим, один препарат на одно введение стоит 40-50 тысяч. И на средства индивидуальной защиты. То есть у нас есть запас и медикаментов, и СИЗов. Врачи призывают к соблюдению санитарных норм. Количество новых заражений будет зависеть от того, насколько серьезно жители республики будут относиться к соблюдению правил безопасности и ношению масок. Алибаташев Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Депутаты партии «Единая Россия» совместно с администрацией Карачаевского района провели мониторинг строящихся объектов. О том, как идут работы в Карачаевском районе, и на что проверяющие обратили внимание в репортаже Аслана Гирюгова. В течение нескольких лет в Карачаево-Черкесии при поддержке национальных и партийных проектов строятся различные объекты. В этот раз мониторинг таких объектов прошел в Карачаевском районе. Начали с общественной территории Вауле Кумыш. Она облагораживается в рамках проекта формирования комфортной городской среды. До конца года планируют обустроить детскую игровую площадку, сцену амфитеатра и многофункциональную спортивную площадку. После этого делегация направила в село Кастахи-Тагурово, где также осмотрела спортивную площадку. Везде работы ведутся в рамках тех сроков, которые отпущены. И самое главное, очень радует то, что сегодня в рамках нацпроектов и партийных проектов очень большое внимание уделяется развитию вот таких сельских территорий. Это и влияет на качество комфортного проживания жителей сел. И самое главное, что уделяется внимание таким проектам, которые позволят проводить досуговое время жителям сел комфортно. Далее по графику – поселок Марай-Ары. Здесь в рамках проекта «Демография» строится детский сад на 80 мест. На сегодняшний день уже выполнены почти все работы и до конца года планируют закончить монтаж системы отопления и облагородить территорию. Мне, как председателю комитета по аграрной политике, хотелось бы отметить высокую значимость данных объектов, потому что они нацелены на то, чтобы жители сельской местности нашей республики получали те же социальные условия, которые имеются у нас сегодня в городах. И я надеюсь, что с введением всех вот этих объектов жизнь на селе у нас будет улучшаться. И вот тот вопрос, который у нас сегодня есть в обществе, о том, что миграция у нас из села в город, я надеюсь, чем больше таких объектов у нас будет водиться на территории республики, такая проблематика у нас будет отпадать. Стоит отметить, что в ходе реализации подобных проектов жизнь в городах и селах нашей республики улучшается. С каждым днем мы видим все больше и больше облагороженных улиц, дворов и детских площадок. Во время мониторинга объектов нарушений не выявлено. Все они до конца года будут сданы в срок. Аслан Гирюгов, Расул Берди, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевский район. И время прогноза погоды – слово нашим синоптикам. Карачаево, Черкесия, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы будут до 11-14. Температура ночью 8-13, а днем – 21-26. В горах ночью до плюс 8, а днем – до плюс 17. Центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске – без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду и порывы до 14. Температура ночью 10-12, днем – 23-25 градусов тепла. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Климат в этом году повлиял на урожай многих хозяйств. Зимой трожники села ждут снега, который будет питать почву, а весной – на осадки в виде дождей. Но, к сожалению, в этом году все было не по плану. Зима практически без снега, засушливая весна и лето. А если долгожданные осадки, то сопровождение града. Как в таких условиях выживают сельхозработники, в одном из животноводческих комплексов побывала Альбина Ламкова. Работать животноводом непросто. Труд его бесценен. В эти дни у сельхозработников урожайность на критическом уровне из-за погодных условий. Проблема в этом году одна. Землепашцы не могут получить прибыль от проделанной работы, в которую вложили немало средств. А животноводы, чтобы прокормить скот, должны потратиться втридорого. Для обеспечения своего хозяйства необходимым кормом. Необходимы такие культуры, как кукуруза. Это кормообразующая единица и сено, которого в этом году мало. Практически полностью высохли клевер, злаковый и зернобобовые культуры. Это сложный период. И борьба за урожай нешуточная. Боремся за каждый килограмм силоса. У нас есть свое растеневодческое предприятие. И наше же растеневодческое предприятие не смогло дать того количества необходимых заготовить кормов. Соответственно, приходится сейчас приобретать у фермеров кукурузу, скашивать. Соответственно, в такой ситуации, как засуха, растут и затраты на заготовку кормов. Но выхода нет. Животных надо кормить. Поэтому, несмотря ни на что, необходимое количество корма будет заготовлено. Уверенно, говорит Сергей Штундер. Запас на 10 тысяч тонн кукурузы на силос уже есть. И еще 3600 тонн сенажа, более 1000 тонн сена и соломы тоже приобретено. Делаем запас больше силоса, соломы и сена, чтобы заменить в рационе сенаж, который мы обеспечили наполовину. Поэтому необходимость у нас, например, по силосу 12,5 тысяч тонн. Мы планируем заготовить 15 тысяч тонн. По сену мы планировали заготовить 600 тонн, заготовили 1000 тонн. Это для того, чтобы сбалансировать. Помимо сложной ситуации, связанной с засухой, холодной и малоснежной зимой, корм должен быть качественным и пригодным. В основном это относится к заготовке силоса. Он необходим для полноценного питания животных. К нему предъявляют определенные требования. Эту культуру косят при влажности 70%. Пятью тысячами тонн силоса в животноводческом комплексе нужно запастись еще. Это как раз то количество, что будет рамповать заготовленную яму, предусмотренную для зимовки. Сергей Штундер надеется, что кинув все свои резервы в этот сложный неурожайный год, они все же выполнят план и не оставят без питания скот. Альбина Ламкова, Заурлиев, Вести, Корчаево, Черкесия, Адыихабльский район. Спаси жизнь, стань донором костного мозга. По таким девизам в Республиканском онкологическом центре прошла акция, в которой участвовали врачи-онкологи, спортсмены и представители общественных организаций. Основная цель мероприятия – привлечь внимание к вопросу донорства. При поражении костного мозга зачастую единственным фактором сохранения в жизни человека является пересадка. Поэтому крайне важно найти подходящего по фенотипу донора. Сегодняшняя акция по сдаче крови поможет спасти чью-то жизнь, отмечают представители Национального регистра доноров костного мозга. Особенно важно проведение таких мероприятий на Северном Кавказе. Нужно перебрать 10 тысяч человек, чтобы найти одного подходящего. Так вот, для народов Кавказа, для пациентов Кавказа, эта проблема особенно актуальна, потому что речь идет о генетической совместимости. Доноры и пациенты должны быть совместимы на генетическом уровне. Каждый желающий мог прийти и сдать кровь. Вначале нужно заполнить анкету согласия быть донором с указанием своих персональных данных. Так, координатор федерального проекта «Трезвая Россия» в Карачаево-Черкесии Азамат Кубанов вместе со своими друзьями-спортсменами принял участие в данной акции. Доноры уверены, что это небольшое дело, возможно, окажет помощь в излечении рака крови. Ведь шанс встретить своего генетического близнеца – один из 10 тысяч. Я думаю, это гражданская ответственность каждого. Если мы можем чем-то помочь своему ближнему, нам надо помочь. Подобные мероприятия имеют очень большую социальную значимость и важность, потому что огромная смертность людей по России происходит именно из-за того, что отсутствуют доноры. У многих сложился такой стереотип, что забор костного мозга – это что-то опасное. На встрече подчеркнули, что это очень даже безопасно. Единственная процедура может занять некоторое время. Поэтому очень важно иметь больше доноров в регистре для оказания необходимой помощи. Алихан Эпшоков, Руслан Харченко, Вести, Карачаево, Черкесия. Подвиги героев Абазашта, Абазин и Бессмертный полк, Абазинская детская поэзия, книга об абазинском фольклоре и абазинской литературе, а также сборник поэтических произведений «Наследие царя Абазков». В Доме печати прошла презентация этих пяти книг о новых изданиях Александра Коваленко. Вечная слава героям! По таким названиям пять лет назад вышла в свет книга о тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, и тех, кто не вернулся. В период пандемии представители редакции газеты Абазашта и Международное объединение Алашара трудились над вторым изданием книги, которая получила название «Бессмертный полк Абазины». Она была создана к 75-летию Великой Победы. В нее вошли именно всех участников войны, ушедших на фронт из абазинских аулов. Очень многие звонили и говорили, я нашел в этой книге имя, фамилию, отчество своего отца, которого в жизни я не видел, потому что я родился после того, как он ушел на войну. К юбилею Великой Победы организация Алашара подготовила второе издание еще одной книги «Подвиги Абазашта». Это сборник, в котором описываются боевые заслуги выходцев из абазинских аулов, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Все эти описания взяты из наградных документов. Издание дополнено именами 49 героев. Все они отмечены орденами и медалями. То есть там нет ни одной выдуманной истории, это реальные подвиги реальных людей. Также в рамках реализации комплексной программы по сохранению и развитию языка, культуры, духовности народов Абаза на период 2017-2019 годов, разработанной Международным объединением Алашара, были выпущены две книги. Одна из них «Христоматия. Абазинская детская поэзия», подготовленная абазинской поэтессой Екатериной Шхаевой, и книга «Косая Баталова» об абазинском фольклоре и абазинской литературе. Здесь нужно отметить, что когда принималась программа, «Косая Баталова» уже не было в живых. Завершил работу над этой книгой журналист ГТРК «Карачаево-Черкесия» Хаджисмель Аджибеков. Он является редактором двух этих книг. Эта книга содержит бесценный материал. Он при жизни не успел собрать полностью, сформировать полностью эту книгу. Но нам с его супругой Шхаевой Баталовой Екатериной Меджидовной пришлось по крупицам дособрать недостающий материал. Плодотворная работа «Айток. Книжная новинка. Наследие царя Абазгов» Хаджисмеля Аджибекова также была представлена на пресс-конференции. В сборник вошли роман в стихах, поэмы и стихотворения, с которыми в ближайшее время ознакомятся школьники. Тираж каждой презентованной книги составляет более 500 экземпляров. Все они будут направлены в библиотеки школ городов и районов, что даст возможность сохранить культурное наследие абазинского народа. Александра Коваленко, Мухаммед Ишибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был понедельник. Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас премьера фильма «Спаская. Последний круиз». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова